Масс эффект. Эволюция. Часть 4. Кто будет оплакивать гибель рода людского? Хрампаловена. Нет! Вы не можете это сделать! Послушай меня! Деслес не знает, что он сюда привез! Не делайте этого! Не давай им войти внутрь! Он видел то, что мой брат хотел, чтобы он увидел. Забудьте про комнату наблюдения. Посадите его к девчонке. Сарен! Ты должен остановить это! Деслес не знает, что он делает! Но я знаю! Для некоторых, являться братом известного генерала, такого как Деслес, могло быть трамплином к удачной карьере. Но Сарен Артериос никогда не следовал по стопам других. Решительный и бесстрашный. Он заслужил свое место в команде Деслеса. Коллеги хвастали, что Сарен никогда не сталкивался с ситуацией, с которой не мог бы справиться. И какая ирония в том, что он оказался в такой, начав работать на своего брата. Мне это не нравится, бабочка! Эти люди... Они не выглядят нормальными! Будь сильным, Лагрион! Отомсти за своего отца! Если ты это сделаешь, другие турянцы никогда больше не погибнут на войне. Генерал обещал. Дед! Стойте! Он пойдет! Что вы... Кажите меня, Джокки! Сын мой! Пустите меня к моему... Ты... Ты не турианец! Что ты? А, Сарен, ты как раз вовремя поможешь мне проверить войско. Рановато. У этих метатурианцев простое мышление, и их подчинение гроша ломаного не стоит. Мне казалось, ты говорил, что у человека есть ключ к управлению ими. За все эти дни Харпер не сказал ничего, а когда наконец заговорил, то понес ахинею. Мне надоели его игры, и кроме того... Наши ученые кое-что нашли. Поведенческий канал связи между эволюционировавшими и монолитом Арка. У них непростое мышление. У них единое мышление, заставляющее их защищать монолит. Да, но конкретная его цель... Создать как можно больше подобных им. Они позволили мне принести монолит Арка сюда, и я в награду дал им ресурс новобранцев. Я использую это. Возьму монолит в битву как свой талисман. С большим их количеством и жаждой Берсерка защитить его, я повергну любого. Я повергну любого, кто бросит вызов. Сперва здесь падут ноющие гражданские правители, а потом и все наши конкуренты, один за другим. Я думал о них, Сарен. У многих видов насекомых есть как воины, так и трутни. Наши будут и теми, и другими. Но меня беспокоит то, куда расползлись твои жуки. Я пришел тебе сказать. Некоторые из них раскапывают подземелья храма, освобождают от щебня обвалившиеся уровни. И что? Они почитают реликвию, и всего лишь хотят улучшить место своего отдыха. Если хочешь погоняться за тенями, милости прошу. А у меня есть дела поважнее. Как скажешь. Тем временем на нижних уровнях. Проклятье! Отведите меня назад к Дессалосу, пока не стало поздно. Он достаточно тебя видел, человек. И что получим? Мы! Хорошо, что ты решила заглянуть, Джек. Я днями ждала, чтобы сделать это. Где Бен? Сомневаюсь, что они хотят, чтобы он вертелся там, где собрались гражданские. Но я видел нескольких жрецов в нижнем зале. Так и есть, вот они. Но без единого настоящего турианца, который держал бы их на привязи. Почему они им позволили работать без присмотра? Хороший вопрос, человек. А также, я хотел бы знать, кто выпустил на прогулку тебя. Саран! Саран! Дессалос не хочет слушать. Ваши мета-турианцы. Я знаю, что здесь действительно произошло. И они тоже знают. Это... Это невероятно. Еще один... Ваш народ обнаружил его давным-давно. Так же, как и сейчас, он создавал сверхсильных турианцев. Ваших волувянских жрецов из легенд. Но жрецы вовсе не были святыми. Поэтому ваши предки построили для них этот храм. И запечатали их внутри, чтобы защитить ваш вид. После того, как исследователи Дессалоса нашли малую реликвию и были преобразованы, они почувствовали этот, который уже был здесь. Скоро они будут изменять ваших людей вдвое быстрее. Вы изменяли людей медленно, чтобы не вызвать негативную реакцию общества. Но скоро жрецов станет слишком много, чтобы избежать этого. Они разместят монолиты на площадях ваших городов и силой станут изменять весь ваш... Заткнись нафиг! И дай мне подумать, зачем кому-либо хотеть сделать такое? Какой смысл развивать особи до их физического пика, если ты приносишь в жертву интеллект? Не знаю. Я думаю... Думаю, может, это хочет нас такими. Всех нас, Джек. Это знает. Нет, они знают. Теперь и про человечество тоже. Через меня. А теперь, когда мы обнаружили второй, они хотят получить и нас. Это не твоя вина, Бен. А тех, кто создал эти устройства, я лишь никак не соображу, зачем. Вам бы лучше сделать что-нибудь черепушки. Или вы получите целую планету слюнявых бегемотов, и это может не закончиться здесь. Ладно, хватит. Кончай трепаться. Я Артериус. Но так же я поклялся защищать свой народ. Дайте мне пункт наблюдения храма, и свяжите меня через них с командованием Балована. Я объявляю тревогу угрозы био-оружия. Верхний уровень. Что здесь происходит? Не знаю, генерал, они были такими, как обычно, и вдруг начали буянить? Этот путь ведет на рыжую. Тебе абсолютно нечего там делать. Теперь вернись на свое... Всем стоять! Вот так, ага! Не дайте им выйти наружу! Ева, Хислав, иди! Тю-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи. Сароны нужна любая помощь, которую он может получить. Куда вы поперлись? Увожу отсюда Бена! Это их сражение! А он наш! Ева, он мертвый груз. Монолиты хотят пополнить им ряды остальных мутантов, но скажу тебе, он пытается бороться. Надежда есть, Джек. Если мы доставим его в людской госпиталь, то сможем помочь ему. Не думаю, что ему можно помочь. Я много размышлял об этом и о том, зачем кому-то делать такое. Блин, Джек! Хоть раз перестань думать и включить чувства! Я не сдамся! Если мы уведем его подальше от этих штук, может это что-то изменит. Достаточно далекого места не существует, Ева. Я мог чувствовать их со станции Арктур. Есть кое-что, что мы не пробовали. Чего? Стой! Сдохни, косак дерьма! Не, lac석! Нееетет! Если б не надо.. Ева... Что же я наделал? Что же я наделал? То, что ты и должен был, человек Ты защищал Монолит Может, ты вообще здесь единственный, кто делает то, что ему говорят? Поразительная технология, не так ли, Сарен? Понадобилась бы орбитальная бомбардировка, чтобы поцарапать её. Если что. Брат, нам нужно убираться отсюда. В храме всё ещё небезопасно, и я позвал помощь снаружи. Я должен был остановить её, Джек. Оно просто... просто не оставило мне выбора. Глупости. Мы успокоим метод на рианцах. Отзови силы снаружи. Я всё ещё могу добиться успеха. Мне нужно лишь скорректировать эксперимент. Это не сработает, Деслос. Это никогда не сработает. Я не могу бороться с этим. Не могу избежать этого. Ты достал меня, человек. Мне давно следовало это сделать. Это неизбежно! Деслос! Э? Брат! Вскоре. Прости, Ева. Этот монолит. Несмотря на всё, что он дал мне, я чуть не упустила из вида то, что действительно важно. Бен, это ты? Нет, Ева. Это Джек. Оставь меня, Джек. Со мной всё кончено. Спаси Бена. Бен спас нас всех, Ева. Он сделал то, чего хотел от него монолит Арка. Дал ему ещё одну жертву. И заодно подстраховался, чтобы Деслос не дал ему новых жертв. Это устройство. Я наконец понял, что это. Оно не ускоряет эволюцию. Оно совершает обратный процесс. Мина-ловушка. Создатели оставили её, чтобы она предупредила их о существовании развитых видов. И изменяла представителей этих видов во что-то, чем они могут управлять. Сарен, предупреди свой народ. Жаль, что не могу остаться и посмотреть, что произойдёт. Но я должен позаботиться о собственном. Вскоре. Брат, слышишь меня? Э-э-э... Сарен? Это ты? Где ты? Прямо за тобой. Хотя вообще-то это неправда. Я говорю с тобой с безопасного расстояния. Сожалею, что не могу быть там. Ты поймёшь, почему. Я... Больше ничего не понимаю. Моё сознание... Оно ушло. Вот так оно и работает. Не знаю, почему это не подействовало на меня. Может, это как-то связано с непрямым контактом. Но независимо от причин, мы должны были действовать, пока ты всё ещё был внутри с монолитами. Ради защиты вида, как ты того и хотел. О чём ты говоришь, Сарен? Прости, брат. У меня есть долг перед палованным, как и у тебя. Как у всех нас. Некоторые секреты должны оставаться погребёнными, пока мы не будем готовы их понять. Я буду тебя оплакивать. Позволь, буба! И... Отомщу за тебя. И, несмотря на это, с тяжёлым сердцем я сообщаю об утрате наших товарищей по оружию. Бена Хислопа и Евы Кори. Они жили и умерли, защищая человечество до последнего, и то, что они помогли обнаружить, не только подтвердило мои опасения. Это не оставило у меня и тени сомнений, что там есть что-то, от чего нужно защищать человечество. Деслас был прав. Звезды кажутся нам теплыми и привлекательными, местами для исследования, получения знаний и обогащения. Но нам не всегда будут рады. Те, кто пришел туда раньше нас, могут не захотеть делиться. Таков порядок вещей. Это неизбежно. Грядут темные времена. Человечество проверит на прочность. И пока мы можем не знать, кто устроит эту проверку или зачем, мы должны ответить на вызов, как мы отвечали на все предыдущие. Мы добьемся успеха, потому что поступить как-либо по-другому было бы... Бесчеловечно. Мы заглянем в темные места и осветим их. Здесь нет магии, лишь технология. Инструменты, которыми мы можем овладеть, которыми должны овладеть. Не только для выживания, но и ради улучшения человеческого вида. Мы можем и будем отстаивать наши права на место среди звезд. Это мой манифест. И я надеюсь, вы примкнете к моему движению. Остановить запись. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова